Здравствуйте, с вами экспертное мнение. Впереди череда самых длинных праздников и выходных в году. Приложить разумные усилия, чтобы оставаться в безопасности, советуют наши гости. Это уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева. Здравствуйте, Ольга Леонидовна. И заместитель начальника отдела управления надзорной деятельностью и профилактической работы главного управления МЧС России по Удмуртии Валентин Титов. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и прежде всего, первый вопрос, Валентин Алексеевич, к вам. Новый год, первая ассоциация, это пиротехника, хлопушки, фейерверки. Но это ведь не только праздник и положительные эмоции. Есть ли какая-то статистика, скажем, за прошлый год, сколько пострадавших от пиротехники? В 2019 году в медицинские учреждения за помощью обратились 10 человек, из них 3 ребенка. А в 2020 году 7 человек, из них 2 ребенка. Значит, возраст пострадавших, так скажем, имеет большой разброс от несовершеннолетнего до людей даже пенсионного возраста. Если мы будем рассматривать детей, это в основном от 10 до 14 лет. Ну, соответственно, взрослые от совершеннолетнего, значит, до пенсионного возраста. А есть ли информация, вот какие самые частые травмы? Основными травмами у нас являются, это все же в первую очередь, ушибы и ожоги различных степеней тяжести кистей рук, а также повреждения органов зрения. А можете напомнить основные правила, как запускать фейерверки, петарды? Ну, к примеру, можно ли их запускать с балкона? Вообще, в первую очередь, здесь хотелось бы сказать, что пиротехнические изделия необходимо приобретать все-таки в специализированных магазинах, которые продают продукцию сертифицированную. Значит, при покупке необходимо обратить внимание на срок годности, значит, наличие соответствующего сертификата, наличие инструкции на русском языке, а также, чтобы пиротехника была в заводской упаковке и не имела каких-то видимых, значит, повреждений. Продажа пиротехнических изделий запрещена лицам, не достигшим 16-летнего возраста, за исключением, если производителям не установлено другое, значит, возрастное ограничение. Применение пиротехнических изделий не допускается в любых зданиях с массовым пребыванием людей, также не допускается запускать пиротехнику, как вы меня и спросили, с балконов, лоджий и вообще вблизи живых домов. На сегодняшний день на территории Удмуртской республики администрациями, нормативно-правыми актами определены 107 площадок для запуска вот таких вот фейерверков. Сведения размещены на официальных сайтах администрации. В городе Ижевске у нас уже определено 5 площадок, в каждом районе есть соответствующая площадка, которая уже соответствует всем нормам. Вот, и мы призываем, значит, жителей республики все-таки производить запуск фейерверков на таких вот площадках оборудованных. Если во время запуска не сработала петарда, что делать? В случае, если не сработала, ну, здесь в первую очередь не надо расстраиваться, нужно сохранять спокойствие, все-таки терпимость, да, и подождать. Мы рекомендуем 10-15 минут. Но очень часто вот случаи, когда люди заглядывают прямо, почему не сработала петарда? Да, значит, все верно, да, ни в коем случае нельзя, вот даже если вы подождали 10-15 минут, нельзя, ну, подойти, конечно, надо, да, но для того, чтобы, значит, это изделие обезвредить. Но ни в коем случае нельзя наклоняться, смотреть на, вот, значит, место, где вылетают эти снаряды и пробовать, значит, запустить ее кустарным способом, то есть переделывать какие-то фитильки, бросать туда на расстоянии спички, ни в коем случае не пинать со злости, значит, этот салют, да. Все-таки рекомендуется, если он все-таки на самом деле у вас не сработал, его поместить в емкость с водой на двое суток. Новогодние гирлянды в доме, насколько это безопасно и можно ли сейчас огромное разнообразие этих гирлянд оставлять в включенную гирлянду на ночь? Запрещается эксплуатировать любые электроприборы бытовые, которые по своей технической документации не предназначены для круглосуточной работы. То есть нельзя на ночь оставлять? Все эти гирлянды без присмотра вообще оставлять нельзя, в первую очередь. На ночь тем более. Значит, еще раз, да, вот мы с вами разберемся, давайте. Все-таки я вот, честно говоря, не видел, чтобы гирлянда была, значит, по техническим своим характеристикам, ну, разрешалось бы использовать ее круглосуточно. Вообще мы рекомендуем 3-4 часа. Это вот непрерывное горение. Рекомендуется 3-4 часа непрерывного, значит, действия. А после этого рекомендуется на час отключить, дать ей, значит, охладиться и, значит, после этого эксплуатировать вновь. Ни в коем случае без присмотра, даже если она у вас и поработала там час, без присмотра ее оставлять нельзя. Очень жесткие требования безопасности, и в том числе в отношении детей, особенно в отношении детей. Ну, не мудрено, потому что в новогодний период все идет кувырком. Это и переедание, и алкоголь, и обилие сладостей, и сбивается режим у ребенка. Ольга Леонидовна, к вам такой вопрос. С какого возраста вообще ребенок может принимать полноценное участие в новогодних гуляниях и праздниках? Посмотрите, вот действительно новогодние праздники, нам кажется, что все, что мы делаем, вот елки, гирлянды, различные гуляния, мы все это делаем для детей и ради детей, да, прежде всего, когда семья выходит, чтобы у детей были незабываемые впечатления, воспоминания об этом празднике. Мне бы всегда хотелось все-таки, чтобы до конца, до самой последней минуты этого праздника родители помнили, что с ними ребенок несовершеннолетний. Совершеннолетие, я напоминаю, 18 лет у нас исполняется, да, ребенку. Если мы говорим возраст, при котором можно, допустим, гулять на площади всю ночь, да, я бы хотела сказать, напомнить нашим родителям, что у нас принят республиканский закон об ограничении времени пребывания несовершеннолетних без сопровождения взрослых, я подчеркиваю. То есть, если ребенок с сопровождением взрослых, это одна история. Но и то, я думаю, вы со мной согласитесь, всегда печально и меня, например, возмущает, когда ребенок маленький, ребенок возраста начальной школы, вот время уже глубокая ночь, два часа, вот все на горках, родителям весело, понятно, родители, наверное, как-то там по-особому и веселились, и что-то привели, да, для того, чтобы было весело. И вот этот бедный ребенок, ему, конечно, уже пора спать, ему пора спать. Поэтому я подытожу. До 18 лет ребенок не имеет права находиться один, без сопровождения взрослых в ночное время. Если все-таки вы хотите провести время вместе, то хорошо подумайте, насколько это комфортно ребенку, и не отразится на его здоровье, и в психологическом состоянии вообще ребенка, да, если уж вы решили, тогда будьте рядом с ребенком, будьте сами в соответствующем состоянии, и всегда контролируйте, где ребенок, потому что, как правило, это людные места, где ребенок, чем он занимается, потому что людей много, и у каждого, наверное, свои цели пребывания в таких людных местах. Я приведу только небольшой пример, что, например, год назад, вот в эту новогоднюю ночь и в период новогодних праздников, у нас 23 несовершеннолетних было задержано в ночное время без сопровождения взрослых. Причем из них были дети, я повторяю, дети, которые были доставлены потом в полицию в состоянии алкогольного опьянения. Все это влечет за собой административное наказание или в отношении ребенка, или в отношении родителей. Ну, это, безусловно, испытание и для подростков, и вот это вот время они провоцируют, наверное, какие-то конфликты, если они уже есть в семье. Если говорить про маленьких детей, каким образом родитель должен подготовить своего ребенка перед выходом в какие-то людные места с массовым пребыванием людей? Во-первых, ребенка нужно подготовить, прежде всего, сказав ему, что это будет много народу, это праздник, чтобы ребенок умел и знал, как себя вести. Он не должен оставлять из поля зрения своих родителей, даже если мало ли родители отвлеклись на что-то. Конечно, здесь ответственность прежде всего родителей. Но, тем не менее, проговорить с ребенком эти моменты тоже необходимо. Есть даже правило такое двух шагов, чтобы ребенок был на расстоянии двух больших шагов. Если ребенок маленький, он за руку, как правило. К ребенку могут подойти взрослые. Взрослые, если вдруг увидят, что ребенок один остался без внимания родителей, к нему могут подойти взрослые. Его могут отвлечь от родителей, его могут пригласить, завлечь чем-то интересным. У нас ведь особенно популярно это посмотреть на котеночка, увидеть Деда Мороза в Новый год, да, там и так далее, и так далее. А вот как действительно в этой ситуации себя вести? Потому что это же праздник, это Дед Мороз, Снегурочка с подарками. Здесь, в общем, очень много соблазнов. Вот понимаете, вот этих вопросов вообще не будет, если ребенок постоянно будет в поле вашего зрения. Да, вот вы его отпустили в хоровод. Хоровод огромный, вокруг елки. Но вы постоянно видите этого ребенка, где он и что он. Но до этого нужно обязательно с ним проговорить, что ты не должен уходить никуда, потому что народу много, ты можешь просто потеряться. У нас, к сожалению, бывают ежегодно такие случаи, когда ребенок вдруг куда-то потерялся, весил, он на горку убежал, родители не заметили, когда это случилось. Поэтому у нас ведь круглосуточное дежурство полиции, в том числе, в таких людных местах. Поэтому первое, что нужно сделать, это подойти к сотрудникам полиции и сообщить о том, что ребенок потерялся. Всегда нужно понимать и помнить, в чем одет ваш ребенок, сколько ему лет. Ребенок должен желательно знать, понятно, что смотря какой возраст, но тем не менее, где он живет, как зовут его родителей, как его самого зовут. Но сейчас хорошая очень важность, такие бирочки на верхней одежде, которые тоже можно заполнить домашней одежде. Не просто в кармашек положить какую-то записку. То есть это все можно сделать. Я понимаю, что некоторые, наверное, к этому как-то скептически относятся, но поверьте, если в том что-то случается, мы уже не сможем вернуться на полдня назад и все взят по-другому. Ольга Леонидовна, вот о подростках говорили, не могу не спросить в этой связи, вот это недавнее нападение на врача, как развивается эта ситуация, как чувствует себя мальчик, и можно ли было вообще избежать этой ситуации? Сейчас идут следственные мероприятия, и понятно, что как-то комментировать более подробно я не буду и не имею на это права. Я только скажу, что я с ребенком встречалась, мы с ним общались. Ребенок сейчас находится в одном из медицинских учреждений, потому что будет назначена, соответственно, психологическая экспертиза, судебная. Это все будет сделано. Понятно, что у ребенка пока состояние очень нестабильное психологически, потому что ребенок переживает не только за себя, он переживает за своих родственников, отца и двух младших братьев. Его сейчас прежде всего волнует это. Он старший брат в семье. На самом деле случилось страшное. Я еще раз говорю, разберется следствие. Но как профилактировать? Ребенок у нас был организован, то есть он учился в школе. И понятно, что школа у нас работает не только как субъект профилактики с ребенком, но и с семьей. Сейчас будет проверяться в том числе и деятельность школы как одного из субъектов профилактики. Были ли какие-то сигналы к тому, чтобы семья была под более пристальным вниманием? Или не было таких сигналов? Или просто не замечали? Работали ли с ребенком психологи? Каковы были взаимоотношения с отцом ребенка? Как ребенок пережил уход мамы? То есть в этой семье мамы нет. Какие взаимоотношения были с братьями? Вот это все нужно сейчас анализировать и только тогда делать выводы. Я единственное могу сказать, что на сегодняшний момент с ребенком работают лучшие специалисты. И чему я очень рада, что контакт с психологами найден. То есть ребенок пока очень тяжело идет на контакт со следствием, но с психологами уже найден. Я думаю, что от этого и следственным органам будет легче работать в этой ситуации. Хочу только добавить, просто проявляйте и внимание, и уважение не только к членам своей семьи, но и, наверное, и к соседям. И просто обращайте внимание на то, что творится вокруг, в общественных местах, особенно в новогодние праздники. И пусть это время, самое главное, будет для вас безопасным. Я благодарю за участие в нашей программе гостей, уполномоченного по правам ребенка в Удмуртии Ольгу Авдееву и заместитель начальника отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Удмуртии Валентина Титова. И всего вам самого доброго. Это было экспертное мнение. Продолжение следует...